Я всех категорически приветствую! С вами я, Анатолий Юнах, а это мастерская Прожектор 8 кВт. Сегодня мы находимся не в самой мастерской, мы находимся у меня на работе. Все очень просто, именно здесь находится мой 3D принтер. Дома и так полно дел, есть чем заняться, блог, семья, поспать, поесть и основная мастерская. Так что 3D печатью я занимаюсь именно на работе. Тем более 3D принтер сам себя продает, стоит, никого не трогает, печатает, заходят клиенты, типа, о, а что это такое, как это работает, ух ты, крутяк. И они могут превратиться в моих будущих клиентов. По-моему, очень здорово. Сегодня я хочу поговорить с вами о 3D печати. Точнее, не о 3D печати, а о 3D принтерах. И причем не о марках, моделях, о форм-факторах и прочем, а о самом факте 3D принтеров. Зачем они вообще нужны? И именно на этот вопрос я постараюсь ответить. 3D принтер поистине удивительная вещь. Он одновременно живет в трех человеческих плоскостях, в трех вселенных. И у разных людей к 3D принтеру разные отношения. Есть первая категория людей, которые считают, что 3D принтер просто очень дорогая игрушка. Вторая категория людей считает, что вот 3D принтер, вот такая штука, которая умеет вот печатать другие пластиковые штуки. Это вторая категория. И третья категория это сами 3D печатники. Кто уже, у кого есть принтер, который печатают, но это не все. Третья категория это те, для кого было до и после. Жизнь до 3D принтера и жизнь после 3D принтера. Это видео будет ориентировано на первую и вторую категорию. Третья категория скажет, блин, пацан прав на все тысяча и один процент. А вот первая и вторая категория сможет понять, что это такое. Большинство роликов на данную тематику в интернете делятся на две категории. Первая категория это где сложные данные, где технические данные, где много информации, много терминов. Эти видео сделаны от 3D печатников для 3D печатников. Для людей, которые уже имеют опыт 3D печати, они с ним работают и представляют, что это вообще такое. Вторая категория это так называемые топы. Топ 10, топ 20, топ 50 роликов, что можно напечатать на 3D принтере. И именно они создают ложное представление о 3D печати. Сейчас я объясню. И чтобы понять, насколько крутая и незаменимая вещь 3D принтера в хозяйстве, вам нужно иметь в своем арсенале три вещи. Собрать своеобразный 3D угольник печати. Нигде это не ищите, сам придумал. Так вот, что вам нужно? Первое это сам 3D принтер. Здесь на вкус и цвет все фломастеры разные, по форме, по принципу печати. Это пожалуйста сами выбирайте. Я свой 3D принтер брал в свое время за 30 тысяч, сейчас он стоит 50-70. По мне очень дорого, если честно. Я бы не стал бы брать, даже попробовав 3D печать на вкус. Второе, это вам нужны идеи. К сожалению, без них никуда. Не, полно сайтов, конечно, типа Think The Word, где вы можете зайти на сайт и выбрать нужную вам 3D модель, напечатать ее. Но поверьте, вам это очень быстро надоест и 3D принтер будет валяться у вас, пылиться. И вы будете всем рассказывать, насколько это бесполезная вещь. Я сам иногда пользуюсь такими сайтами, но чисто от лени своей, меня очень сильно раздражают видосы, типа топ 20 штук, которые можно напечатать на 3D принтере, которые на 100% состоят из моделей сайтов. Это просто ужасно, мне это очень сильно раздражает. И полностью разрушает всю магию 3D печати. И третье, что вам нужно, это умение моделировать. Без этого, к сожалению, никуда. Но сейчас есть полно ресурсов в интернете, которые обучат вас этому платно или бесплатно. Осталось только выбрать программное обеспечение и смелей вперед, капитан. Ну что, стюри мы почти закончили. Давайте я вам покажу модели, которые я печатал людям на заказ. Начнем мы, наверное, вот с такой вот визиточки. Не самый лучший образец, если честно, ей был лучше намного. Помню, такая гнущаяся визиточка, их всего несколько штук человек заказал, но остался очень доволен. Двухцветная печать выполнена на одном сопле. Тьмушная тьма различных втулок и прочего. Их тут очень много, вон, целая гора всяких втулок различных, которые также печатались людям на заказ. Есть даже отдельно губки для тисков, чтобы не портили внешний вид деталей. Еще была распечатана вот такая вот клипсочка под заказ. Это для холодильного оборудования. У людей крепилась специальная простыня на такие клипсы. Человек пришел, сам придумал их, объяснил мне ситуацию. Я все смоделировал и вот, пожалуйста. Таких нигде никогда не купишь. Такая вот штучка. Это крепление для очков. У девушки дочка ходит на плавание. Купили ей очень дорогие очки. И в бассейне вот такая штучка была потеряна. Очки очень дорогие. Ну не завязывать же. И тут они приехали, объяснили ситуацию. Я распечатал, смотрелил. Вот такие вот мерки для пороха. К сожалению, они не допечатались из-за того, что свет выключили. А так они должны быть разной длины. Я напечатал заказ, отдал человеку, все в порядке. От пластиковой детской машинки вот такая вот рулевая. Даже решетку для вентилятора я распечатал. Перейдем к насущным проблемам. Есть у меня ленточная пила Белмаш. И есть проблема с пылеудалением. Точнее с патрубком пылеудаления. Он не стандартного размера. Он диаметром 53 мм. К сожалению, обыкновенную 50-ю трубу канализационную на нее не одеть. И не отыграть стандартными переходниками. Поэтому будем печатать его на 3D принтере. И переходить будем на 40-ю канализационную трубу. 40-я труба идеально подходит для перехода на мой пылесос. Снимаем все размеры. И конечно же не забываем все записывать. Это нужно, чтобы сделать нормальную 3D модель. Открываем компас 3D 17-й версии. Первонаперво создаем деталь. После чего выделяем плоскость. Дальше заходим в моделирование, плоскость и смещенная плоскость. Так как мне нужен переходник 30 мм, мы выставляем расстояние 30 мм. Жмем на зеленую галочку. И вот плоскость создана. В общей сумме нам нужно 4 плоскости. Если переходник будет не конусом, а ступенчатый, можно будет сделать не 4 плоскости, а 3. Выделяем одну из плоскостей и нажимаем создать окружность. А дальше создаем окружность диаметром по вашим размерам. У меня это 53 мм. На следующей плоскости делаем то же самое. А вот на третьей плоскости мы заужаем диаметр переходника до необходимого. Пожалуйста, не забывайте учитывать толщину стенки при 3D-печати. И последнее наше действие мы повторяем с последней плоскостью. Дальше выбираем элемент выдавливания, элемент по сечениям. Далее выделяем окружности по порядку. Нажимаем на выключатель тонкостенный элемент. Я буду печатать с толщиной стенки 1,2. Поэтому ставлю значение естественно 1,2. Обратите внимание, что есть два пункта. Толщина 1 и толщина 2. Так как включен тонкостенный элемент, мы создаем, образно говоря, трубу. И программе нужно сказать, делать толщину стенки вовнутрь от заданной толщины или наружу. Но настоящая магия этой программы начнется тогда, когда мы выделим все 4 окружности. И нажмем Enter. Но как и у любой программы, у компаса есть свои нюансы. В первую очередь, как мы видим сейчас, переходник у нас немножко с вогнутыми стенками. Чтобы исправить этот нюанс, достаточно просто выделить первые три окружности. Нажать Enter. Создаться как бы первая часть переходника. После чего мы выделяем внутреннюю еще одну окружность. И повторяем создание элемента. Готово. Вот у нас на экране готовый переходник. Далее идем по стандартному пути. Файл сохранить как. В окне можно поменять название файла перед сохранением. И из огромного количества формата выбрать нужный нам. STL. Именно его кушает слайсер. Далее не забываем увеличить точность. Чтобы на круглом объекте не было ребят. Далее файл закидываем в слайсер и ждем. Время печати и стоимость вы видите на своих экранах. В левом верхнем углу. Ссылочку на Компас 3D я оставлю в описании. Там вы можете почитать про саму программу и скачать пробную версию. А если она вам зайдет, то и купить. Дальше идем к 3D принтеру. После прогрева запускаем саму печать. Начало печати самый ответственный момент. 3D принтер поистине магический зверь. Можно просто часами наблюдать за его работой. Сорян, опять залип. А это самый худший таймлапс в вашей жизни. Ждем последние секунды и печать закончена. Срезаем подложку. И вот перед нами практически готовый переходник. Да, качество печати хромает. Но это случилось из-за того, что я неправильно выставил толщину прутка. Вот другой образец, напечатанный с правильными настройками. Но даже несмотря на косяки в печати, переходник идеально входит в 40-й канализационный отвод. Очень плотно, даже без резинки. Для улучшения качества поверхности просто зашкуриваем. Еще раз примеряем. Входит. И выходит. Для увеличения прочности изделия нам нужно сделать ацетоновую баню. Для этого нам понадобится фольга, емкость, нагревательный элемент, ацетон и еще кое-что. На любую подставку или поддержку наматываем фольгу, чтобы легче было отодрать деталь после ацетоновой пани. После чего ставим деталь в емкость. Добавляем немножко ацетона. Грамм 20 от силы. После чего включаем плитку и ждем, пока не закипит ацетон. После чего оставляем банку с закрытой крышкой буквально на пару минут. И у нас получается вот такая вот красота. Ну что, настало время примерить переходник на пилу. Сел переходник очень плотно. Далее берем 40-е канализационные отводы и собираем импровизированный твердый подвод. Раз у нас такой сегодня праздник, сразу все это посажу на хаму. Проверяем подключение пылесоса. Идеально. Есть у меня еще одна проблема. Мне нужно установить свет на гриндер. Конечно же снимаем размеры. Берем подаренный светильник. Опять компас. Принтер. Готовая модель. Настройки толщины прутка я поправил, поэтому качество печати намного лучше. Немножечко блогерской магии. И светильник готов. Если вам будет интересно, пишите комментарий, я расскажу как я его сделал. Так что 3D принтер поистине удивительная вещь, которая позволяет реализовать огромное количество идей. Максимально быстро, удобно, просто. Ну в общем, действительно волшебная штука. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте заглядывать в группу вконтакте. А также, если вам не сложно, поделитесь этим видео с друзьями. Помогите развитию канала. И нажмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok